Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 21 июня. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group. В студии его ведущий Ярослав Голобор. Валютная пара евро-доллар. Торговая активность по данной валютной паре все еще остается очень слабой, что обусловлено низкой насыщенностью новостного фона. Но уже с открытием американских рынков волатильность торгов может увеличиться. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как незначительное ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается в пределах средних значений за месяц и полгода, но рассчитывать на увеличение торговой активности не приходится. Медвежий сценарий все еще остается актуальным, вплоть до момента возврата цены выше 1.1160, а сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Котировки пары все еще остаются под давлением продавцов, даже несмотря на неожиданно хороший отчет по изменению потребности государственного сектора Британии в заемных средствах. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как открытые интересы и объемы торгов увеличивались по мере ослабления котировок пары. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается на уровне 100 пунктов, но во вторник торговая активность существенно превысила средние показатели за месяц и полгода. Медвежий сценарий все еще в приоритете. Ближайшим уровнем поддержки выступит отметка 1.2560, а сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. По мере приближения котировок пары к уровню сопротивления 1.3300 активность покупателей снижается, что увеличивает риск развития очередной волны распродаж по данной валютной паре. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается в пределах средних показателей за месяц и полгода, но учитывая предстоящую публикацию отчета по запасам нефти в США, торговая активность по данной валютной паре может увеличиться. Лишь фиксация котировок пары над уровнем сопротивления 1.3300 позволит говорить о смене среднесрочных настроений. А сейчас перейдем к экономическому календарю. В целом насыщенность новостного фона будет очень слабой, но трейдерам необходимо уделить внимание отчету по изменению проданного жилья на вторичном рынке США, а также данным по изменению запасов нефти и нефтепродуктов США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус Рынка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Фиба Групп Ваша финансовая группа поддержки Фиба Групп Фиба Групп Фиба Групп